Кремлёвские пацанчики играли как-то в танчики, а символы державы, ракеты свои ржавые, достали из грязищи закрытых городов. Но шулерству в политике не нужно аналитики, и блеф кидал проверенных, не напугал Америку. Бояться права нищих уделаешь дураков. А как быть с населением, его важнейшим мнением, да к чёрту биомассу? Пускай сдают нам в кассу на бункеры и войны, потеху для царя. Но в этот раз братушки готовились к войнушке, и залпы тысяч пушек наш Карфаген разрушит. Ну разве мы достойны такого конца? Привет, дегустаторы! Я тут недавно проводил инвентаризацию, и в коллекции своей небольшой миниатюр обнаружил два шкалика. Один из них потерял герметизацию, и потихонечку виски, я так думаю, испаряются. Чем не казус бели, чем не хороший повод для того, чтобы вскрыть и продегустировать. Сравнительная дегустация всегда интереснее, поэтому встречаем два брата-акробата. Глэнглассо Ревайвл против Глэнглассо Эволюшн. Молты у нас молодые, дерзкие. Вскрываем и даем сразу подышать, скажем так, освоиться. О, опять я себя любимого не обделил. Многовато ливанул. ТТХ, обратите внимание, весьма приличный. Оба могут похвастаться отсутствием холодной фильтрации. Натуральным цветом и неплохой процентовкой. В случае Ревайвл 46%, а в случае Эволюшн все 50% алкоголя на борту. Здорово. Дистиллерия Глэнглассо типичная, местечковая. А Хайлэнд, она в общем-то не на слуху, хотя профессионалы и эксперты, конечно же, наслышаны о ней. Была основана в конце 19 века. Но, как и многие, не пережила большую британскую рецессию. В 70-х, 80-х и в 86-м году бесславно прикрылась. Но уже в 2008-м, благодаря финансовым вливаниям компании Перно Рикар, Глэнглассо открылось, второе пришествие. Ну и главная веха, пожалуй, в современной истории дистиллери, это, конечно же, 2013-й год, когда шефство над ней взял Билли Уокер. Над этим трио даже дистиллери Глэнглассо, Глэн Дронах и Бен Риах. Билли со своей компанией профессионалов, он же являлся и мастером-блендером. То есть заложил основы для создания какого-то характерного молота каждой из этих дистиллери. Ну и сегодня она интересна тем, что по большому счету у вас два выбора. Либо на рынке доступны довольно молодые молоты, NAS, да, без указания срока выдержки, non-edged statement, либо сверх выдержанные, очень матерые молоты, 25, 30, 40, 50 лет выдержки, да, это еще и старых запасов. И вот мне как раз повезло, моим первым Глэнглассо был именно такой молд, добрый самаритянин, любезно угостил меня Глэнглассо 39 лет выдержки с финишем в бочке Massandra Cask. Да-да, вы не ослышались, Massandra, крымский винзавод, и, насколько я помню, это были бочки мускатные. Виски произвел на меня неизгладимое впечатление, настоящий фурор, замечательный вискаль. Даже рука сама дернулась в кошельку, но потом мне озвучили цену, и уже задергался глаз. Очень дорогие виски, безумно дорогие, но, собственно, не мудрено, да? Да, ну, в общем-то, недолго музыка играла, недолго Билли заправлял, продал он свою долю в этом трио дистиллерий, и отошел отдел. Сейчас Глэнглассо, как, впрочем, и Глэндронах, и Бенриях владеет гигант Браун Форман. Они же владеют такими марками, как Jack Daniels, Salt Forrester, Финляндия водочка, и, по-моему, Эльхимадор, Текила. В общем, гигант, концерн настоящий. И почему это фиаско, с моей точки зрения, об этом чуть позже, но сейчас к дегустации. Первым пойдет у нас Revival, это был первый, как раз-таки, первая экспрессия после открытия. Revival, возрождение, ну и вот с чем мы имеем дело. Замечательный цвет, такой латунно-медный. Что по выдержке у нас? Виски выдерживался в бочках из-под бурбона и в бочках из-под вина красного французского. О, отличный вискозити. Текстура прекрасная, да. Ножки такие толстенькие прямо. Бочки из-под красного вина французского. И все это дело потом выдерживалось какое-то время, до выдерживалось в бочках из-под хереса. Ну и, как говорят, не убитых и настоящих. Именно шерри каскс, а не seasoned шерри каскс, то есть не окропленных искусственно хересом и созданных специально в бодегах Испании для виски индустрии. Так. Ну что, поехали? Поехали. Ну, сразу чувствуется сладость, карамель и хересные мотивы. Медовость. Вы знаете, здесь нет такой пышащей фруктовости. Здесь скорее ягодные какие-то тона. Темные. Со сахарными ягодами. И сейчас все больше развивается виноградное. Но там виноград с какой-то даже кислинкой, возможно, по типу Изабеллы. И потепенно он темнеет. Вкусовой профайл темнеет. Какая-то сухофруктная появляется нота. Но опять-таки, это первое знакомство. Но уже очень радует. Могу сразу отметить, что виски не спиртуозный. Уж не знаю, насколько он молод, но не чувствуется никаких металлических неприятных тонов. Каких-то острых граней и углов. Но фабула этого виски построена именно на, узнаете, доминации шерри. Но при этом херес не всепоглощающий такой, да, бьющий под дых. А именно обволакивающий, сухофруктная, нежная тема. Довольно мягкий. Довольно мягкий виски. Неплохо. Так. Ну а что касается эволюции. Здесь 50, да. Вот такой у нас цвет. Соломенная шляпка. Ну прям совсем светлый, да. Колосья даже какие-то. И вот здесь-то у меня закрадываются смутные сомнения. Посмотрите, что у нас написано на бутылочке. Выдержка. Ex-Tennessee whisky matured, да. Я думаю, вам будет видно. Ex-Tennessee cask matured. То есть бочки из-под виски Tennessee. Молодцы, указали, да. Не просто там бурбон какой-то, а именно Tennessee whisky. Причем это не Jack Daniels, как бы вы могли подумать. Дело в том, что в Tennessee есть и другие виски-курни. Как ни странно. Surprise, surprise. И одна из них это George Dickel. George Dickel, вот в мою бытность, когда я жил в Нэшвилле, в Tennessee, какое-то время. И там буквально в 20 минутах от Линчбурга. В мое время в Нэшвилле, ну все пили Jack Daniels. Я ни разу не слышал, чтобы кто-то, не знаю, говорил там, ой, пойдем, бахнем Джорджа. George Dickel, ну считался каким-то, ну не пойлом, конечно, но виски, может быть, в тени Джека. Сейчас ситуация меняется. Да, мы знаем в Америке настоящий бум бурбонов, крафтовых, интересных. И виски, возможно, сейчас George Dickel вышел на новый уровень. Но вернемся к моим сомнениям. Они утверждают, что бочки использовались с первой заливки, то есть очень свежие. Первой заливки бочки из-под Tennessee Whisky. Цвета должен быть гораздо темнее, как мне кажется. Соответственно, делаем вывод, что виски здесь довольно молодые. Возможно, три года и один день. Надеюсь, что это не так, конечно. Но это чувствуется, друзья, сразу. Он рисковат. Да, вы скажете, здесь 50%, но, знаете, это такая типичная алкогольная софистика, да? Мол, что вы хотели, 50% в любом случае будет этиловый шлейф обеспеченного. Не тут-то было никаких этиловых шлейфов. Очень выдержанный виски бочковой крепости. Бурбоны 7-10 лет. Виски по 15-18 и далее. Виски бочковой крепости за 50 и даже за 60 иногда. Есть там этот этанол, этанощина, вот эта спиртуозная нота, да? Эта гарность? Нет. Ничего подобного. Да, он мощный, да, он полнотелый, чувствуется, что алкоголь присутствует, он держит вот эти множества эфиров, все эти масла замечательные, дающие нам вкус и ароматику. Но он не обжигает. Нет. Обжигает именно сверхмолодой, невыдержанный виски. Поэтому очень дешевые, сверхбюджетные варианты. Тем не менее, они тоже алкогольные, спиртуозные. Хотя там все те же 40%. Здесь 50, здесь чувствуется алкоголь, здесь чувствуется молодость, однозначно. Понятное дело, по мере экзотизации с добавлением воды он будет смягчаться, но я вам рассказываю начальные... Я вам рассказываю первые впечатления. Ну, в целом можно сказать, что тут много ванили, тут солодовость. Присутствует такая, знаете, дрожжевая тема в перемешку с хлопьями, такими овсяными хлопьями, да. Ну и... Вы знаете, что такое флэшбэк из детства? Какое-то ситро или крем-сода. Такой простенький, но миленький продукт, газировочка. Пока все в целом довольно бедненько. Стоит это отметить и признать. Ну что, поехали. Вкус слэнджема. Вот так, да? Вот так, значит, мы по себе ведем. Яркие, свежие и сочные апельсины. Нуга потом развивается. И буквально, знаете, какая-то как арахисовая паста. Вот небо обволакивает. Вот это вот кремовость, солодовость чуть-чуть и мед, да. Ввиду какие-то оттенки, такой темный таежный мед. Начинают развиваться специи. Вот только они начали развиваться, как хоп, и все. Электричество кончилось, да? Финиш у нас стоит отметить непродолжительный. Поэтому давайте придется еще один глоточек. Вот сейчас, да, сфокусировался. Могу поймать и корицу, лесной орех. Чуть-чуть вот корицы дам. Горло пощипало на финише. Перец. Какая-то даже перечная мята. И вот в окончании, непродолжительном, но заметном, чувствуется влияние сухофруктов. Такие компотные ноты. Да, но не мерзкий школьный компот из чана, да, совковый. А именно вот такой приятный бабушкин компот. Очень миленько. Не обжигает. Вот он не чувствуется молодым. Хотя, по сути, таким, наверное, является. Здорово. Пока, ну, без претензий. Воду забыл. Ну ладно. Ладно. Включаем режим супер-профи. Итак, Blank Glass Evolution. Сланжер. Сланжер. Угу. 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 Да, 50, как правило, для скотча это мой предел, потому что, ну, рецепторы слишком шокированы и отключаются. Крепкий, перечный хлеб-завод, свежие яблоки. Ренни-Смит, возможно. Хотя, нет, наверное, даже ранетки скорее. Ранетки с кислинкой. Потом постепенно успокаивается. И вот приходит более изящная палитра. Значит, сиропная развивается, чуть сладковатая, как сироп агавы. Эвкалипт. То есть, я бы сказал, на вкус он поинтереснее. Поинтереснее. Легкая фруктовость. Не могу определить, какая именно. Но финиш мне не понравился. Да, проступает. Это вот яблоко, ранетка, перечная пята опять-таки. Но финиш горьковатый. Он перчит и он горчит. И это не благородная кофейная горчинка. О! Ну, с этим надо работать. Это не обузанный мустанг. Этому виски нужно время. Не знаю, поможет ли ему оксидизация в достаточной степени. То, что капать надо обязательно. Ну, этим мы сейчас и займемся. Так, ну тут сразу как бы... Чего? Чего ждать? Сразу накапаем. Ну, а тут чуть меньше. И будем смотреть, да? Как наша алхимия удалась, нет? Так, сравнение рядом, да? Ну, всем тем, кто дожил до этой части обзора, маленькая грустная история обещанная. Она косвенно лишь касается Глэнгласу и больше относится к дистиллере Глэндронов. Всеми нами любимый, уважаемый. Глэндронов, который поднимал именно Билли Уокер. Вот новые хозяева, Браун Форман, решили сполна, что называется, нажиться на ее безупречной репутации. А в чем была безупречность? Дело в том, что Уокер использовал очень классные бочки. И, помимо всего прочего, мы получали больше, чем надеялись получить. Что я имею в виду? 18-летний, допустим, в Глэндронах содержал в себе множество более выдержанных спиртов. 20-25 лет даже. Также был из Глэндронов 15. Вот представить Макэллен Шерри Каск, 18-летний, что там вам нальют из 25-летней бочки? Ммм, не думаю. А здесь вот была как раз подобная ситуация. Поэтому был ажиотаж, поэтому цены росли. Но, тем не менее, в сравнении с конкурентами, он был и есть до сих пор более-менее доступен с точки зрения цены. Ну и вот наступила эта пора, новая веха в истории. 21-й год, ошеломительная совершенно новость. На рынок выходит Глэндронах с холодной фильтрацией. Три базовые ценности команды Билли Уокера. Это отсутствие холодной фильтрации, натуральный цвет и хорошая процентовка, минимум 43%. Осталось, конечно, 46% и выше, как здесь. Так что, Ралфи сняла гневный ролик по этому поводу. Те, кто владеет английским, я вас отсылаю, не посылаю, а отсылаю посмотреть. Не буду повторяться, лишь вставлю свои 5 копеек. Это вот пример, как на наших глазах, под все разговоры о крафтовых виски, об эпохе высококачественных товаров и индивидуальном подходе, о том, что сейчас, знаете, не нужно сверх какое-то образование или не нужен сверхопыт. Можно просто, сидя у себя дома в квартире, да, с помощью интернета, познать все азы. Все о виски и стать дегустатором. И вот именно в эту эпоху опять начинается заигрывание с масс-маркетом. Когда мега-корпорации, по сути, они барыги, да, которые нихера не соображают в виски, в качественном виске. Научные они только грести, да. У них успешность бизнеса ассоциируется не с долгосрочными перспективами, а с ежемоментной прибылью и дивидендами. Да, выписывают себе премиальные в конце года. Все успешно, все замечательно. Видимо, Браунформу не дает покой успех Маккаллана, в особенности на азиатских рынках, да. И они решили сфокусироваться вот именно на Китае, Сингапур, Гонконг. Там народ не употребляет виски чистым. Если они это делают, они делают для того, чтобы нажраться, как свиньи, перепить друг друга. А так, по большому счету, это обязательно вода, это лёд. Соответственно, вот эта размытость, мутность, Scottish mist, которая возникает в виске неотфильтрованным холодом, по мере того, как вы добавляете туда лёд, это явление считается большим изъяном там на Востоке. Соответственно, этот виски не пользуется популярностью. И вместо того, чтобы, знаете, объяснить, ребята, вот так действительно правильно, интереснее, даже неправильно интереснее пить виски без холодной фильтрации, он гораздо лучше, там гораздо больше массив вкуса, ароматический. Вместо этого они говорят, ну окей, теперь и вы тоже, и в Британии, и в США, вам тоже без холодной фильтрации. Это же просто бред. Что дальше? Дальше они будут снижать процентовку. Гландронах 40% будет, вполне возможно. А почему нет? И вот сейчас, что ещё более мерзко, появляется множество инфлюенсеров, всевозможные бренд-амбассадоры, которые с пены у рта доказывают, о, холодная фильтрация, это же норм, всё супер, друзья. Последние исследования подтвердили, что никакой разницы между фильтрованным и нефильтрованным виски нет. Да как это нет? Виски и так фильтруются. На холодной фильтрации убивают важнейшие вкусовые эфирные масла. Это однозначно, не надо быть химиком. Если хотите, я сниму полноценное видео по этому поводу, где по полочкам могу в своей манере всё разложить. И вот они появляются, знаете, как кругом просто они. Инстаграм, ютуб, везде. Что называется, ждали из Москвы на коньках, а не из Твери на лыжах. Ребята, то, что холодная фильтрация это гуд, не верьте, это всё чушь, муть и компот, как говорил один задрот. Поэтому, ну, знаете, в то время как в Европе и в США действительно есть запрос на крафт, на классные виски однозначно с натуральным цветом, с высоким содержанием алкоголя, без холодной фильтрации, тем не менее, видите, мегам корпораций нет дела до вас, любителей виски. Очень жаль, поэтому я советую бежать и запасаться в Глендронах. Тем более, что после ухода Уокера вот эти релизы 2018-2017, говорят, что виски сильно изменился. И я тоже это чувствую. Мой Глендронах 15-го года, 18-летний, интереснее того, что вышел в 2020 году. Ну да ладно, посмотрим, что нам принесла водица. Не зря, помогает. Какие-то бисквитные, кондитерские ноты появились. Чуть-чуть на второй план ушел Шерри. Извиняюсь, это ревайвл. Ревайвл, да. Он стал более кремовым. Чуть более мягким, неразмытым. О, какая-то специя, помимо корицы, вы знаете. Что-то даже какой-то экзотический фрукт, друзья. Специи, перчинку. И перечную мяту, скорее всего, дала французская эта бочка. А вот экзотический фрукт, ну, интересно. Как будто бы манго переспелый. Для молодого виски появление манго, я считаю, это достижение. Если вы знаете, друзья, какие спирты используются, пожалуйста, отпишитесь. И вообще, если у вас на слуху примеры того, какие виски деградировали, неважно, с приходом ли в больших концернах, или просто резко все поменялось, да, поменялась палитра, поменялось качество. Пишите в комментариях, будет интересно почитать, какие виски деградировали в последнее время. Многие пессимисты говорят, что все. Ну, это, конечно, не так. Тем не менее, мнение такое встречается. Ну, и если вы хотите отблагодарить автора, скромного автора этого канала и налить ему небольшой дремчик, ссылочка будет в описании. Пожалуйста, милости просим, что называется. Попробуем Evolution и закругляемся. Ну, вот сколько я тут болтаю? Наверное, минут 20-30? Нет. Не вышло. Факир был пьян, и фокус не удался. Вот не то, не моя палитра. Не получается ни с водой, ни с кислородом. Может, еще ему стоять. Может, медленная акселизация, крышкой накрыть. Не знаю. Попробуем. Но кислинка уже не очень приятная. Горчинка осталась. Никаких новых ароматов, в общем-то. Ну, что-то там прорывается. Такое травянистое, банановое, возможно. По-прежнему вот это мятное. И мятное, да. Но там. Недовый какой-то легкий оттенок. Не больше. И резкий. Эта резкость не дает пока прорваться остальным более изящным ароматом. Хотя вроде как ты их ждешь, но они все не появляются и не появляются. Поэтому не уверен, что этот виски надолго останется у меня в памяти. Сейчас действительно, Глэн Глассетт, как, впрочем, и на Бен Риах, трудится мастер-блендер, женщина, одна из немногих, Рэйчел Берри. И в ее послужном списке, в ее резюме с гордостью отмечен тот факт, что она за свою жизнь опробовала более чем, опробовала виски более чем из 150 тысяч бочек. Неплохо, да. Жизнь, что называется, удалась. Чего я вам желаю. Ну, здесь борьбы не получилось. Однозначно победитель Revival. Какие у вас мнения, соображения по этому поводу? Пишите в комментариях, ставьте этому видео лайк. И до новых встреч. Всем виски, друзья. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok